мы с вами воспитывались по-разному значит мальчики воспитываются одним образом девочки воспитываются другим образом зачастую это разница не так очевидно вроде бы школа например у нас общие для мальчиков и для девочек я уже не говорю про детские сады институты там и так далее то есть казалось бы воспитание у мальчиков и девочек одинаковые но это принципиально не так потому что отношения других людей к мальчикам и девочкам разные ожидания от мальчиков и девочек у других людей разные а поскольку в процессе взрослений мы пытаемся подстраиваться под ожидание других людей мы тоже становимся разными значит на биологические отличия о которых мы еще поговорим отвечая на конкретные вопросы наслаиваются еще отличие обусловленные тем что нам приходится соответствовать ожидания мальчики не должны плакать они должны как-то быть значит какими-то невероятно разумными не должны демонстрировать чувств вот они должны брать на себя ответственность они должны отвечать за свои слова вот и плюс они же окружаются другими мальчишками другие мальчишки они тоже исповедуются те же самые тезисы которые общество предъявляет к мужскому полу вот и соответственно если мальчик внутри даже если к нему в общем очень правильно относятся к семье и не пытаются в какое-то прокрустовое ложе увинтить он все равно кажется в своей референтной группе где он будет должен демонстрировать свою брутальность и он должен будет готов ответить на агрессию где он должен будет следить за своими словами потому что если он как бы за ними не следит то у него могут быть легкие легкие телесные повреждения